За последние два месяца «Нафтогаз» с гордостью считался, а Украина снизила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение двух лет страна не импортирует топливо по контракту с «Газпромом», а закупает его на своей западной границе. Больше всего в этом году поступило со стороны Словакии свыше 800 миллионов кубометров газа. В Венгрии около 180 миллионов и в Польше примерно 160 миллионов кубометров. Активно Украина наращивает и собственную добычу. В феврале общий импорт составил более 340 миллионов кубометров. Это в четверо меньше, чем в феврале прошлого года. Подземные хранилища тоже не пустуют. Там отчитался «Нафтогаз» свыше 10 миллиардов кубометров. Если данные монополиста верны и мы энергетически независимы, так откуда же переполох? Почему закрывают школы и больницы? А в «Нафтогазе» заявляют, что вынуждены покупать топливо больше и дороже. Ответы на эти вопросы в нашем материале. Ситуацию стабилизировали и газ опять же берем в Европе. Правда, уже дороже на 3-4%. В то же время «Нафтогаз» получил уведомление от российского «Газпрома» о намерении обратиться в стокгольмский арбитраж. В Москве сообщили, планируют расторгнуть контракты на поставки в Украину и транзит в Европу. Для нас очень важным есть сохранение транзита территории Украины и надежность поставления газа как украинским использователям, так и европейским использователям. Поэтому любые действия, которые могут загрожить этому, они не будут позитивно приняты с нашего бокса и не будут поддержаны. Тем временем ситуацией заинтересовались парламентарии. Глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко утверждает, два года руководство «Нафтогаза» обманывало всю страну. Вместо реальных реформ и наращивания собственной добычи, наращивания собственной прибыли и космические тарифы для населения. Два года нас обманывали, руководители и министерства, и уряды, и этого «Нафтогаза», потому что рассказали, что мы энергетически независимы, что мы побороли Россию. Кроме того, они с собой подняли 8 раз в артист газа, властного выдобутка, назвали это реформой, а на самом деле просто обедрали людей, посадили всю страну на субсидии. А второе вопрос, с собой, я имею в виду «Нафтогаза», «Нафтогаза», «Нафтогаза» подняли зарплату до 2-3 миллионов гривен на месяц. По мнению экспертов, «Нафтогаз» по сути никогда и не прекращал закупать российский газ. Это делали реверсом из Европы через компании-прокладки, тем самым накручивая цену. Эта ситуация имела под собой, возможно имела под собой, какую-то коррупционную составляющую, но она не могла продолжаться долго, потому что европейские потребители российского газа потребляли или получали этот газ по краткосрочным контрактам. Долго задействовать эту схему, покупать российский газ не у России, а у Словакии Вендрии говорить, что это не российский газ, а европейский газ. И вот мы стали полностью аналитически независимы от «Газпрома» и от России. Вот долго это продолжаться не могло. После скандала с «Нафтогазом» цена для украинских потребителей увеличится. Повышение стоит ожидать в конце отопительного сезона. Политологи уверены, руководство НАКО в этом обвинит Россию. Тем временем в «Нафтогазе» поставили свой ультиматум. Компания закрывает представительство в Москве. В оппозиционном блоке убеждены, разрыв контрактов приведет к тяжелым последствиям. Если не будет продолжения контракта, а мы видим, что все идет до этого, что строятся необходимые газогоны вокруг Украины, то будет плохо, потому что у нас не будет возможности заработать деньги в бюджет на газотранспортной системе, на транзите газа. И будет проблема вообще с существом этой системы. А это, кроме денег и бюджета, 50 тысяч рабочих мест. Пока же в «Нафтогазе» успокаивает. Никакого кризиса нет. Прикручивать ничего не нужно. И все под контролем. Но охрану объектов ГТС усилили. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Иван Матриченко. Подробности – телеканал «Интер».